У нее было очень много недоброжелателей. Одни осуждали ее за то, что увела Тарковского от жены. Другие ставили ей в укор, что она ограничила круг его общения и увезла за границу. Но именно она пережила с Андреем Арсеньевичем самые тяжелые и светлые моменты его жизни. Она была ему нянькой, мамкой, кормилицей и той самой незаменимой опорой, которая была ему необходима. В рубрике «Лавстори» Андрей Тарковский и Лариса Кизилова. Еще во время учебы во ВГИКе Андрей Тарковский женился на своей однокурснице Ирми Рауш. Но их отношения сложно было назвать простыми. Два ярких и совершенно не схожих творческих человека со своими планами и мечтами, мироустройством и философией с трудом находили точки соприкосновения. Ирма впоследствии рассказывала. В институте мы были заняты с утра до вечера. Репетиции иногда затягивались допоздна. Андрей сразу стал ухаживать за мной. Если освобождался раньше, то ждал меня, а потом провожал до общежития. Общежитие было в городке Моссовета на Ярославском шоссе. А жил он на Серпуховке. Добирался до дому поздней ночью. В 1957 году Тарковский познакомился с Андреем Кончаловским. Они вместе написали сценарий для его дипломного фильма «Каток и скрипка», который был снят в 1960 году на киностудии «Мосфильм». Позже он был удостоен первого приза на кинофестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. А вскоре состоялся и первый полнометражный дебют Андрея Тарковского – фильм «Иваново детство», который был снят в 1962 году. А Ирма Рауш исполнила в нем роль матери главного героя картины – Ивана. В том же году родился первый сын Тарковского – Арсений. Начало работы над таким серьезным проектом, равно как и рождение сына, стали для режиссера первыми большими испытаниями в его жизни. Ирма вспоминала. «Поначалу у нас не было дома. Мы мотались с двумя чемоданами и книгами по съемным квартирам. Это, слава богу, не было похоже на семейную жизнь, и от этого мне было много легче. Первая квартира появилась после Иваново детства. По инерции мне было весело, потому что на дворе были 60-е годы, довольно оптимистические, и у нас в доме бывало много интересных людей. Но, с другой стороны, я оказалась выбитой из кинематографа. После Иваново детства родился сын Арсений – обычная житейская канва. У Андрея была идея, что режиссура – совершенно не женское дело. Это сейчас женщины косяком пошли в кинематограф, а тогда были единицы. Он считал, что я хорошая актриса, должна сниматься в кино и писать сказки. Голова у меня и вправду всегда была ими забита. И Андрею удалось бить меня с толку на свою голову. Впоследствии это явилось одной из составляющих нашего развода. В 1964 году Тарковский начал работу над масштабным проектом Андрей Рублев, в котором также сыграла Ирма Рауш. Именно на съемках этой картины Андрей Арсеньевич познакомился с Ларисой Кизиловой, которая впоследствии стала его второй женой. О своей жизни с Тарковским в одном из своих последних интервью она рассказывала так. «Когда мы познакомились, я сразу, с первого взгляда поняла – это моя судьба. Мне было 24 года, а он был неотразим в своих белых джинсах. Он умел с каким-то шиком носить вещи, бывал даже немного эксцентричным и пижонистым. Но, возможно, это меня и покорило». В 1970 году у режиссера родился второй сын – Андрей-младший. А в 1972 он закончил работу над фантастическим фильмом «Солярис», который получил большой приз Каннского кинофестиваля. В следующем году Андрей Арсеньевич начал работать над картиной «Зеркало», которую можно назвать семейным фильмом Тарковских. Звучал за кадром голос отца, читавшего свои стихи. В роли старой матери снялась мать Андрея. Первую любовь мальчика играла падчерица Оля, дочь Ларисы Кизиловой. Сыграла в фильме и сама Лариса в труднейшем эпизоде в партнерстве с Маргаритой Тереховой. Ой, что там мне все-таки... Ну? После «Зеркало» Тарковский несколько лет готовился к съемкам новой картины – «Сталкер». Сценарий был написан братьями Стругацкими по мотивам их же повести «Пикник на обочине». Во время съемок Андрей Арсеньевич пережил инфаркт. Это был последний фильм, снятый Тарковским в Советском Союзе. В 1980 году Андрей Тарковский отправился в Италию, где вместе с Тонино Гуэрро начал работу над картиной «Ностальгия», которая в 1983 году на кинофестивале в Каннах разделила большой приз за лучшую режиссуру с последним фильмом французского классика Робера Брессона «Деньги». 10 июля 1984 года на пресс-конференции Андрей Тарковский заявил, что навсегда остается на Западе. Едва это известие достигло пределов Советского Союза, официальные власти тут же объявили режиссера-предателем. В газетах и журналах его имя не упоминалось. Все его фильмы были сняты с проката. Даже ко дню победы перестали крутить «Иваново детство» – одно из самых талантливых картин на военную тему. Отвернулись от Тарковского и большинство его коллег. В этом же году Андрей Арсеньевич уезжает в Швецию на съемки фильма «Жертвоприношение», а вскоре узнает, что болен раком легких. Понимая, что времени осталось мало, он очень торопился, чтобы успеть закончить свою последнюю картину. Перед смертью Андрей Тарковский написал завещание. «Зная нравы некоторых членов моей семьи, увы, родство не выбирают, я хочу оградить этим письмом мою жену Лару, моего постоянного верного друга и помощника, чьи благородства и любовь проявляются теперь как никогда, она сейчас моя бессменная сиделка, моя единственная опора от любых будущих нападок. Когда я умру, я прошу ее похоронить меня в Париже на русском кладбище. Ни живым, ни мертвым я не хочу возвращаться в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли, страданий, унижений». Андрей Тарковский скончался 29 декабря 1986 года в одном из французских госпиталей. Его похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа недалеко от Парижа.